Продвижение, продвижение, улучшение, улучшение, изменение, нам нужно обновление, мы не понимаем, что происходит. Так глупо как-то звучит, невероятно просто. Продвижение, продвижение, улучшение, 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 улуч Третий версии, либо четвертый Четвертый отличается только тем, что у нее есть мастер Они недорогие Но и при этом достаточно функциональны Потому что в них уже встроен 603 приемник И благодаря 560 ТХ Можно без проблем управлять 5 группами Это достаточно удобно Вы получаете дешевую систему вспышек мануальных Но при этом вы дистанционно управляете ими всеми Не понаслышке скажу, что это реально удобно 560 ТХ второй версии Первое, что мы видим, это внешние изменения Он стал гораздо меньше По органам управления у нас осталось все в принципе то же самое Но есть отличия на самом дисплее Некоторые обозначения перекочевали снизу экрана в правую его верхнюю часть Более того, у нас добавилась иконочка индикатора заряда батареи Судя по всему, измерять емкость батареи он будет по картам Таро или звездам в небе Потому что применяются здесь никель-металл-гидридные аккумуляторы Либо обычные солевые батарейки И они как бы не могут показать нормально свою емкость Поэтому он может измерять разве что по вольтажу Сядет аккумулятор более-менее, то вольтаж изменится и он будет это видеть Честно говоря, что с первой версии проблем не было Что с этой не будет, они работают долго достаточно Если вы тем более используете аккумуляторы Конечно лучше использовать батарейки, потому что там выше вольтаж немножко Просто иметь запасные, хватает их надолго, но аккумуляторы не живет особо Дистанционно мы можем управлять мощностью в мануале Собственно, потому что вспышки мануальные Еще мы можем управлять мульти Мы видим в нижнем углу экрана управление количество пыхов и их частота Помимо мощности мы можем управлять также и зумом вспышки дистанционно с этого передатчика Все кнопочки у нас подписаны По материалам кнопки остались такие же, как и в старом передатчике Но зато можно сказать обратное о пластике В отличие от первой модели он стал более приятным У нас появился замочек Продвижение, продвижение Улучшение, улучшение У нас теперь нет защитной красной пластмассочки Которая ничего не защищает Как в первой модели, потому что здесь нет подсветки автофокуса Вместо нее теперь у нас здесь отсек для батареек Аккумуляторы утоплены достаточно глубоко Поэтому сразу рассказываю лайфхак Берете вот эту же защелочку, крышечку тире И вот ею выковыриваете эти аккумуляторы Потому что так вы их не достанете Пружины реально большие и мощные Хорошо проработан дизайн Если честно, вот таким вот он должен был быть изначально Правильно ли делают маркетологи из Поднебесной Компании Янгну Которые вот решили, что нам нужно обновление И прям взяли и все кардинально поменяли Но только снаружи Ну почти кардинально Ну немножко Ну стало удобней, ну ладно Просто внешне стало симпатичней Он меньше, да, это хорошо А что вы думаете по поводу обновления этого синхронизатора? Обязательно напишите об этом в комментариях Может мы соберем все ваши комментарии И отправим в компанию Янгну, чтобы они понимали Нужно людям такие обновления Или это просто какой-то маркетинговый ход Чтобы просто покупали что-то новее Или мы не понимаем, что происходит Вам спасибо, что посмотрели До новых встреч Пока Пока